Добрый вечер, уважаемый Никита Юрьевич, уважаемые члены правительства Кировской области, уважаемые присутствующие сегодня здесь в зале на совещании. Сегодня вашему вниманию будут представлены краткие итоги социально-экономического развития района за первое полгода 2013 года, а также обозначены основные задачи на перспективу до 2015 года. Политика в районе выстраивается с учетом положения послания президента России Путина Владимира Владимировича в федеральном собрании и с учетом приоритетов, сформулированных губернатором Кировской области Билы Никитой Юрьевичем в бюджетном послании на 2017 год и плановый период на 2015 год. Начну свое выступление с показателей, характеризующих социально-экономическое развитие. Население Белохунинского района на 1 июля текущего года составляет 18 800 человек. Коэффициент рождаемости в районе последних годов увеличивается и в 2012 году составил 11,5% родившихся на 1000 человек населения, что выше относительно предыдущего года на 11,7%. По оценке 2012 года коэффициент рождаемости составил 12,5%. Коэффициент смертности вроде снижается и по оценке 2012 года составил 19,1%, но это значительно выше среднеобластного показателя. Поэтому в мае текущего года разработана программа демографического развития в Белохунинском районе. Основными мероприятиями, которые являются открытие конституционного кабинета при Центральной районной больнице «Школа здоровья», развитие профилактических мероприятий и пропаганда здорового образа жизни, открытие дополнительных мест дошкольных учреждений, развитие социальной инфраструктуры, обеспечение земельными участками многодетных семей. На 1 июля 2013 года в районе 126 многодетных семей. Из 75 семей, подавших заявление на получение земельного участка, обеспечено землей 49 или 65%. Получено 27 разрешений на строительство, 10 семей получили лесные ресурсы. Земельные участки предоставляются в новом микрорайоне Прудный. Следующий показатель, характеризующий развитие района – общий экономический оборот. В 2012 году общий экономический оборот организации составил 2 млрд 968 млн рублей. За первое полугодие 2013 года – 1 млрд 615 млн рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 16,9%. Но произошли изменения в структуре оборота. Ежегодно снижается доля производства продукции крупными и средними предприятиями и увеличивается доля мелких предприятий. На слайде представлен удельный вес основных отраслей в общем объеме отгрузки товаров, работы и услуг. Доминирующая отрасль – это промышленность. В 2012 году ей принадлежало 57% произведенных товаров, работы и услуг. В 2013 году – 51%. Но если доля лесопромышленного комплекса увеличивается год от года, то доля отрасли машиностроения значительно снижается. В 2010 году это было 30%, в 2012 году чуть более 20%, сегодня 16%. Доля продукции, приходящей на отрасль сельского хозяйства, составляет 13-14%. Городообразующие предприятия Белохунинский машиностроительный завод находятся в сложном финансо-экономическом положении. Такое положение обусловлено отсутствием оборотных средств для выполнения заказов. Предприятиям заключены договоры на сумму около 180 млн рублей. В настоящее время ведется работа по влечению кредитных ресурсов, которые необходимы для закупки материалов. Объем отгруженных товаров за 6 месяцев 2013 года составил 113,4 млн рублей, или 78,6% к уровню прошлого года. По оценке 2013 года объемы составят 285 млн рублей, прогноз на 2014 год – 300 млн рублей. Численность работающих на основном производстве – 221 человек, что ниже прошлого года на 75 человек, или 25%. Средняя месячная заработная плата – 14 тыс. рублей. До конца года численность планируется снизить до 200 человек. Все налоговые платежи перечисляются только по инкассовым поручениям. В местный бюджет поступила за должность прошлого года в сумме 2,8 млн рублей. Текущие платежи 2013 года не поступали. В настоящее время совместно с руководством предприятия ведется решение вопроса по привлечению кредитных средств. Также были проведены встречи с хозяевами предприятия о привлечении инвесторов для размещения своих производств на территориях машиностроительного завода. Также в администрации района в департамент промышленного развития направлена информация о возможности создания промышленной площадки на базе завода. Несмотря на сложную экономическую ситуацию на заводе, общий экономический оборот района увеличился. На это существенное влияние оказал инвестиционный проект ООО «Северном строй». Благодаря реализации данного проекта район сохранил темпы роста общоэкономического оборота от грузки продукции, а также частично выполнил платежи по НДФЛ в бюджет района. По состоянию на 1.07.2013 года на территории района зарегистрировано 568 субъектов малого бизнеса. Это на 95 субъектов меньше, чем в 2012 году. Данное снижение обусловлено снятием с учета индивидуальных предпринимателей в связи с увеличением страховых взносов.